Коллеги, речь идет о вопросе, ну тоже, кстати, в какой-то мере, даже полностью связанном с нашей исторической памятью, поэтому я органически перехожу от одного проекта к другому. Речь идет о проекте обращения московских депутатов Московской городской думы в Министерство культуры, его главе Ольге Любимовой, с просьбой принять решение о возвращении города Москвы в реестр исторических поселений России. Идея данного обращения родилась в связи с тем, что Московская городская дума несколько месяцев назад отклонила мой законопроект по данному вопросу. Я, если помните, предложил тогда поправку в закон о статусе столицы Российской Федерации и предложил закрепить данную норму в законе о статусе столицы. А именно норму, согласно которой Москва в границах камер Калежского вала является историческим поселением. Тогда я получил много замечаний на эту инициативу, но самое существенное и, в общем-то, даже я готов признать, и справедливое заключалось в том, что полномочия по наделению статусом исторического поселения обладает уполномоченный орган правительства России и данным уполномоченным органом является Министерство культуры Российской Федерации. Поэтому, прислушавшись к этой критике, я и предложил фракции «Яблоко» выйти с инициативой подобного обращения, которое и предлагается вашему вниманию. Напомню, зачем это нужно. Да, во-первых, предыстория вопроса. Очень коротко, кто забыл, до 2010 года Москва входила в перечень исторических поселений, однако в 2010 году произошла очень непонятная история, скрытая от общественности, которая только потом вылезла наружу. Казалось, что тогдашний министр культуры господин Авдеев вычеркнул из списка исторических поселений несколько сотен по России, и в их числе оказался господин Авдеев. Для того, чтобы восполнить эту утрату, предлагается настоящее постановление. Статус исторического поселения позволяет охранять не только отдельно взятые здания исторические, он позволяет сохранять, или, вернее, требует сохранять исторические комплексы, ансамблин архитектурные, ландшафты. Грубо говоря, нельзя не только разрушить какой-то исторический дом, но нельзя и, например, построить какой-то новодел, который бы резко диссонировал с той архитектурной средой, которая его окружает. К сожалению, после устранения Москвы из списка исторических поселений, такая практика происходит повсеместно. Вот сейчас яркий символ этого с рейтингом. Я могу привести множество других примеров. К сожалению, время не позволяет. Поэтому это исключительно важный вопрос для сохранения нашего исторического центра, который сегодня разрушается. Я очень прошу поддержать данную инициативу обращения к Министерству культуры Российской Федерации. Спасибо. Мы переходим к выступлениям представителей фракции в Московской городской думе. В этом вопросе у нас выступают в обратном алфавитном порядке. Первое выступление от фракции «Яблоко». В этом вопросе ее представляет депутат Беседина Дарья Станиславовна. Дарья Станиславовна, пожалуйста, напоминаю выступление до трех минут. Я уже говорила, когда мы рассматривали законопроект на ту же тему Сергея Сергеевича, что я считаю инициативу коллеги Митрохина очень важной и правильной, и она действительно нацелена на сохранение исторической среды Москвы. Историческая часть любого города – это же не только точка протяжения туристов, это в первую очередь среда, в которой каждый из нас живет каждый день. И городской ландшафт – это сложносоставная вещь. Он формируется и из силуэта застройки, и из ритма зданий, и из архитектурных деталей, и из благоустройства, которое эти здания соединяют в единое пространство. Человек, не разбирающийся в архитектуре, как правило, не осознает, что именно влияет на его восприятие города. Но любой человек остро очень чувствует, дружелюбная ли городская среда к человеку, привлекательна ли она, вызывает ли она желание находиться здесь, или же из этого места хочется побежать, быстрее сбежать. Так вот, исторический ландшафт – один из важнейших факторов привлекательности городской среды. Я думаю, что почти каждый из нас бывал в европейских городах и восхищался их уютом, уютом и красотой сохранных исторических центров городов, их деталями, их атмосферой. Так почему же мы с таким наплевательством относимся к этой самой атмосфере у нас дома, в нашем родном городе? Почему у себя дома мы безжалостно выкидываем детали? Почему выбрасываем деревянные двери и окна? Почему меняем в исторических домах метлакскую плитку на дешамый дешевый керамогранит? Наконец, почему у нас стало обыденным объявлять любое историческое здание старым хламом и сносить или переустраивать до неузнаваемости? И почему мы, одновременно восхищаясь стариной, будучи в гостях, объявляем наш собственный облик города, наш городской ландшафт старым хламом и так стремимся его уничтожить, заменив небоскребами из стекла и бетона, забыть о нашей истории? Как будто мы все еще в плену иллюзии модернистов. Так вот, любой архитектор сегодня знает, что модернисты были мечтателями. Но их утопия была именно утопией, прекрасной мечтой и ошибкой. Увлекшись формой, они забыли содержание о людях. Впрочем, я совершенно несправедлива, когда говорю «мы». Потому что как раз горожане, москвичи, ценят и любят свой город таким, какой он есть. Ценят свою старину, ценят атмосферу и требуют от нас с вами, коллеги, ее защитить. И у нас для этого есть инструмент. Статус исторического поселения просто необходим Москве. Ведь Москва действительно историческое поселение. С длинной, сложной, своей самобытной историей, которая отражена в архитектуре города. И Статус исторического поселения призван защитить именно ландшафт, силуэт города, его масштаб и атмосферу с насыщенной историей. И давайте примем это обращение и покажем, что нам не все равно, что мы любим Москву. Уважаемый коллеги, тема, связанная с камер-калежским валом, она не так проста, как кажется. Я полностью выступаю за эту идею. Вот давайте теперь извесим, посмотрим на это со всех сторон. В свое время же Москва же была в списках городов особо охраняемой исторической застройки. Потом федеральный центр ее оттуда вытащил. Возникает вопрос, почему? С другой стороны, каждый год, когда Москва утверждает бюджет, регионы настойчиво просят Москву не снижать объемов благоустройства и капитальных вложений. Почему? Можно продолжать эту тематику и дальше. С моей точки зрения, на сегодняшний день Москва заложник регионов и федерального центра. Почему? Потому что только в Москве самые лучшие инвестиционные условия. И поэтому в Москву тянутся все инвесторы, которые только могут быть найдены на территории России и мира. Они хотят именно здесь, именно в Москве построить, возвести и быть здесь собственником. Потому что здесь защита прав акционера на высоком уровне, деятельность инфраструктурных организаций на высоком уровне и так далее. Норма доходности здесь наивысшая. То есть получается, что с одной стороны все нормальные люди хотят сохранить Москву, ее историческую часть, ее исторический облик, сберечь его. А с другой стороны, огромное количество людей видят в Москве только лишь деньги. Ничего более. Значит, для регионов это источник, куда они продают свою продукцию. В основном это строительный материал. Для инвесторов, соответственно, это место, где можно извлечь хорошие деньги. И вот в этих условиях, когда... Это уже не первая попытка защитить Москву. И вот в этих условиях получается, что мы выносим законопроект. Ну, не мы, там, коллеги, да. Выносят законопроект, его обсуждают, не принимают, обсуждают, не принимают. Это точно так же не примут. Хотя мы будем голосовать за этот законопроект. Но его не принимают, потому что большинство не поддерживают. Почему не поддерживают большинство? Потому что слишком много интересов, людей, бизнеса заткнуло о том, чтобы отработать лучшие бизнес-условия, которые здесь есть. Вот такая вот, к сожалению, ситуация. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, градостроительная деятельность в Российской Федерации и в городе Москве, в том числе в границе центральной части города, имеющей, безусловно, историко-культурное значение, подлежит осуществлению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, другими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, в том числе с законодательством в области охраны объектов культурного наследия. Положением федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации закреплен порядок по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, применение которого обеспечивает выявление и сохранность исторического культурного наследия. Подготовка заключения о ценности зданий осуществляется максимально открыто с привлечением ведущих городских экспертов в сфере истории, культуры, сохранения наследия. На основании проводимых Мосгорнаследием работ по установлению историко-культурной ценности объектов на территории города Москвы с 2011 года по заявкам граждан и организаций, в том числе, я могу сказать, и фракции «Единая Россия», выявлено более 550 объектов культурного и исторического наследия. К настоящему времени на территории города Москвы учтено более 8600 объектов культурного наследия. Установлено более 600 зон охраны, включая территорию центра города. Кроме того, центральная историческая часть города Москвы уже находится под государственной охраной в связи с наличием на ее территории выявленного объекта археологического наследия культурный слой границы города Москвы 18 века. Как раз тот самый камер-коллежский вал, о котором сегодня столько говорится. В этой связи сохранение исторического облика города Москвы обеспечивается путем реализации особого порядка регулирования градостроительной деятельности в границах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны. Таким образом, уважаемые коллеги, в настоящее время в городе Москве при реализации градостроительных проектов, а именно об этом говорил сегодня докладчик, существуют действующие механизмы защиты архитектурного облика города и применяется необходимый и достаточный комплекс мер, направленных на сохранение исторического наследия города Москвы. В 2010 году никто не выкидывал Москву из перечня исторических поселений Российской Федерации. Изменился статус исторического поселения, изменился порядок подготовки документации для включения городов в этот перечень. И Москва до не вошла по той простой причине, что для того, чтобы это сделать, необходимо было подготовить гигантский пакет документации. И в тот момент было принято решение, что есть иные механизмы защиты исторического и культурного наследия города Москвы. На мой взгляд, уважаемые коллеги, тот правовой механизм, который предлагает Сергей Сергеевич Митрохин, предлагая проект обращения в Министерство культуры, он не соответствует тем действительно необходимым проблемам, которые уже применяются или могут быть приняты в городе Москве. На этом основании фракция «Единая Россия» не будет поддерживать данный проект обращения. Спасибо. Спасибо. Коллеги, переходим к выступлениям депутата, не входящего в депутатские объединения. В этом вопросе уступает Локтев Дмитрий Александрович. Пожалуйста, Дмитрий Александрович, также до трех минут. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Конечно, всецело могу только поддержать инициативу Сергея Сергеевича Митрохина. Вообще, как бы, стоит сказать, если мы говорим про городозащиту, то чиновники воспринимают любые общественные организации по городозащите просто как врагов. Вот тут говорилось, что достаточные меры по сохранению культурного наследия. Да нет же, да вы выйдите на улицу, посмотрите, пообщайтесь с организацией, такой, как Неверарх, НАЗО. Около 30 объектов исторических, непризнанных, мы теряем каждый год практически в нашем городе. Просто незаметно сносится какой-то особняк, какой-то абсолютно криворукий архитектор под плетью безалаберного девелопера уничтожает нашу историю. Просто потихонечку, полигонечку любимого и пишет обращение, говорят, уже утрачен исторический центр города. Так давайте восстанавливать, давайте сохранять нашу историю по крупицам. Да, вот правильно абсолютно говорит Магомед Исаевич Индиев, огромный интерес капитала. Так может быть, все-таки совершить левый поворот в этом? Может быть, ограничить, обрубить руки вот этому хищному капиталу, который растаптывает нашу историю? Не пора ли это сделать? Вот. И в то же время по работе государственных органов касательно градостроительной политики, вот есть такая в Московом архитектуре Анна Селина, которую я пять раз писал по поводу доступа к электронной системе мониторинга генплана, на которую выделены в том числе государственные деньги, деньги налогоплательщиков. Я спрашиваю об этом на градостроительной комиссии, меня обрывают и говорят, что это не подносится к теме. Но как же так? Органы исполнительной власти обязаны работать с депутатами, в том числе и по градозащитным историям. Я считаю, уважаемые коллеги, что назрело абсолютно это решение, его нужно принять. Я понимаю, что строительные олигархи будут недовольны, но я думаю, что и так у них есть большие куски пирога. Можно их и ограничить. Поддержу. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас завершились выступления от депутатских объединений. Есть ли желающие выступить по данному вопросу по обращению? Желающих нет. Сергей Сергеевич, будет ли заключительное слово докладчика? Да, конечно. У вас до трех минут. Да, ну, интересное было выступление Магомеда Исаевича, что очень много интересов обрушивается на наш несчастный город. Это интересы инвесторов. Причем это не только отечественных инвесторов, но и иностранных. Я не случайно задавал вопрос через фракцию Сергея Семеновича о том, почему у нас чуть ли не каждый долларовый миллиардер из списка Forbes, он хочет еще больше обогатиться за счет того, чтобы разрушить очередное историческое здание в Москве. Это не голословно. Вот Вадим Машкович, например, такими проделками славится на Савинской набережной. Целых два здания хочет себе прихватить. И если у нас так все хорошо, как сказал Степан Владимирович, так все у нас объекты защищаются, и все у нас законодательные базы, то почему же такое происходит-то? Почему на Сретенке дали структуре Олега Дерипаска стекляшку уродливую построить посреди древней улицы Сретенка? Ну, перечислять все это можно бесконечно. Я согласен с депутатом Локтевым, мы должны думать не об интересах инвесторов, а интересах москвичей. А эти интересы сейчас противоположны. Поэтому срочно, необходимо, нужно возвращать Москву в список исторических поселений России. Продолжение следует... Для принятия в первом чтении ставится проект обращения Московской городской думы о включении города Москвы в границах камер Калежского вала в перечень исторических поселений федерального значения. Электронной группе приготовится к голосованию. Внимание! Идет голосование! Уважаемые коллеги, результаты голосования за 16 против трое воздержался один. Выведите, пожалуйста, поименное голосование. Коллеги, проверьте учет вашего голоса.